Сегодня видео, господа, 5 правил, которые нужны, чтобы выглядеть лучше всех в комнате. И первое, для этого надо обладать определенной смелостью. Вроде звучит все просто, но именно тут многие парни пасуют. Потому что они хорошо понимают, что на них будут смотреть. А им больше нравится оставаться в тени. Они не хотят, чтобы к ним все подходили. Для многих это неестественно быть в свете софитов. Таким парнем, которому все подходят за советом. Но когда вы знаете свою причину и то послание, которое несете в мир. Когда вы уверены в своем успехе, что вы поднимете бизнес с земли или получите повышение, чтобы выглядеть как руководящий, необходимо сделать к этому шаг. Конечно, понятно, что бывают ситуации, когда таким человеком просто не хочется быть. Потому что этим человеком является другой, и вы пришли его поддержать. Но для многих парней это прямо на подсознании проскакивает. Я недостаточно хорош, чтобы быть этим парнем, лидером. Если это относится к вам, тогда подумайте, зачем вы себя сдерживаете. Почему вы не делаете шаг вперед? И это будет первое, что необходимо преодолеть. Вам надо развить в себе смелость и уверенность, чтобы стать этим парнем. Второе правило, это разработать для себя собственную униформу. Это ваша одежда по дефолту, то, во что вы всегда можете одеваться, которая говорит за вас. Сперва вы потратите время, чтобы продумать все. А потом, для меня это спортпиджак с платком, красивая рубашка. Ну, или пара джинс или брюк с ботинками. Это моя униформа в моем городе, где я живу в сельской местности. И поэтому мне надо, чтобы мой костюм был функциональным и при этом выглядел представительно. Я всегда являюсь лицом компании, и поэтому мне надо демонстрировать это. Ну, а для вас ваша униформа будет другой. Потому что вы живете в другой зоне. У вас есть другие профессиональные потребности и, конечно, другие вкусы. Все это должно сформировать ваш образ, который вы будете нести плюс-минус каждый день. Я не имею в виду, что вам надо носить одно и то же, но вам не стоит тратить много сил на то, чтобы придумать, что надеть. Потому что вы знаете, что у вас есть одежда, которую вы можете всегда надеть. Проблема тут только в том, что люди попадаются на модные тренды. Мы не думаем о том, что мы надеваем. Мы просто одеваемся вместо того, чтобы использовать одежду и фирменный стиль как инструмент. Чтобы посылать необходимое сообщение через одежду. Чтобы наряд подчеркивал ваши природные данные. Пиджак, он формирует плечи и подчеркивает талию. Воротник визуально прибавляет в росте и в целом утончает ваш вид. Цвета тоже черный делает, нас наиболее агрессивными. Синий вызывает доверие. Или же красный цвет, даже в малом количестве, скажем, в карманном платке. Может сделать вас более искренним во время презентации. Следующее правило, чтобы стать самым стильным парнем, вам надо практиковать. Многие считают, что практика приносит идеализм. Но на самом деле практика приносит постоянство. Потому что, если вы плохо одеваетесь, то не важно сколько раз практикуетесь в этом. Вы по-прежнему будете плохо выглядеть. А вам надо научиться выходить на новый уровень. Потому что, когда вы начинаете одеваться лучше, чтобы посылать миру ваше личное сообщение, и надеваете такие вещи, к которым вы, скажем, не очень привыкли, вы будете себя некомфортно ощущать. Вы будете постоянно думать о том, что подумают о вас другие люди. Как вы будете вести себя, если вас кто-то спросит, «Вау, чего это ты так разоделся?». Вы реально переживаете по всем этим вещам. Поэтому попробуйте одеться нарядно несколько раз. Затем несколько недель. И вдруг вы начинаете чувствовать, что это уже становится для вас нормой. Это начинает становиться вашей новой реальностью. Вы начинаете себя чувствовать уверенно и получать максимальную выгоду от стиля. Потому что, когда вы ждете, что к вам должна прийти возможность, вы к ней готовы. Люди могут начать вам говорить, «Эй, может ты…» Ну, вас могут начать приглашать вступить в различные группы и коллективы. Все потому, что вы выглядите как успешный человек. И вот что еще, когда через год вы посмотрите на то, каким вы были, на ваши наряды, которые вы носили. Но это нормально, вы учились и допускали ошибки. Но вы учились и исправляли. Следующий совет – это сделать так, чтобы умение хорошо выглядеть было проще, чем возможность выглядеть плохо. Серьезно, если хорошо выглядеть для вас трудно, ну да, вы можете взять себя в руки и пару недель стараться выглядеть хорошо. Но затем наступают трудные дни, и вы вернетесь к своим прежним привычкам. Вы начнете надевать ту одежду, которая лежит сверху. Поэтому самое верное – убрать вашу старую одежду подальше, а вечером подготовить заранее себе новую униформу. Так и есть, когда вы подготавливаете себе одежду с вечера, меня еще родители так приучили, то вы делаете себе большое одолжение. Все уже готово. Это все дело привычек, друзья. И скорее всего, вам тоже потребуется избавиться и от тех плохих привычек. Это когда вы постирали вещи, а они так и остаются в куче, вместо того, чтобы их сразу сложить по местам. Или сразу почистить туфли, а не переносить все это на потом. Следующий совет – это изучить пирамиду стиля. Я говорю о размере, функции и ткани. Вся одежда должна быть вам по размеру, и если это не так, тогда вам надо отнести вещи портному. Потому что одежду надо подгонять под каждый тип тела. Таким образом, она выглядит гораздо лучше. Она подчеркивает тело, вместо того, чтобы привлекать внимание к слабым местам. Никогда не покупайте ничего, даже если это со скидкой 90%, если эта вещь вам не по размеру или ее невозможно будет подогнать у портного. Функционал – это покупка одежды для определенной роли. Вы знаете, что я люблю спортпиджаки. Но существует очень много других вариантов, особенно для тех из вас, кто хочет быть более casual. Если у вас уличный стиль, если вам нужен casual образ, потому что вы работаете в технической компании. Где бы вы не работали, вы должны учитывать функциональность. Потому что это то, что говорит за вас, посылает сообщения, которые вы хотите нести в этот мир. Конечно, я не говорю вам, что надо всегда выбирать полный костюм. Главное – это обращайте внимание на то окружение, куда вы отправляетесь, и одевайтесь соответственно ситуации. Ткани и материалы. Скажем, вы только выпустились из университета. Тогда вы идете и покупаете себе костюм за 100-200 долларов, относите его к портному, подгоняете под свое тело. Удостоверились, что все функционально и работает. Скорее всего, это темно-синий костюм, потому что это классика. Ну а вот на материале вы идете на компромисс. Это будет 50% шерсти и 50% синтетика. Это очень хорошо, потому что это позволяет вам найти хорошую вещь по доступной цене. Но когда вы уже начали хорошо зарабатывать, то лучшее, что можно сделать, это собрать сумму денег и купить себе новый костюм уже из более дорогой ткани. Но если честно, этот совет всего лишь верхушка айсберга, когда речь идет о пирамиде стиля. И если вы только начинаете свою трансформацию или же видели уже несколько моих видео ранее, но не видели это, кликайте вот на это видео. В нем я рассказываю в деталях о пирамиде стиля и почему ее составляющие играют такое большое значение.